Вчера граждане, которые находятся в Палаточном городке и в Пастапула, возле Пастапула, в Ангаре, они оказались недовольны подготовленным списком, считая, что они находятся там раньше остальных по времени, дольше остальных. И недовольные эти решили перекрыть дорогу через беспорядки, в результате чего пришлось силам полиции привлекаться к этому вопросу для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Сейчас остановка стабильная, каких-либо вопросов не возникает. Мы непосредственно давали оценку событиям, в том числе на уровне замплора Республики Дагестан, который вчера же привел сюда на место. Владимир Абдулевич, полное понимание с коллегами из Республики Азербайджан у нас есть? Ну все, понятно. Кстати, ваши там постоянно работают. Так точно. Знают, это так. И психолог, она все работает. Да, это хорошо. Тут что хотелось в связи с этим сообщением, можно сказать. Значит, мы понимаем сейчас все хорошо, еще потом поговорим более подробно, что в Азербайджане, что у нас понятие справедливости, оно иногда выше закона. Может быть, я так, как юрист, не очень понятен, но надеюсь, что понимают, о чем я говорю. Специалисты не тут. Справедливость иногда выше закона, воспринимается людей. И когда люди чувствуют несправедливость, то, конечно, они начинают себя вести иногда неадекватно, урушают закон. Это не освобождает от ответственности. И все, кто приступил к закону, будут наказывать, исходя из уголовно-поксуального законодательства Российской Федерации. Мы вот сегодня слышали, что и среди тех, кто протестовал, тоже есть пострадавшие. Мы не можем допускать, чтобы наши сотрудники выполняют свой долг, несли такие потери. Тоже не допустить. Я благодарю вас и руководству МВД Республики Дагестан за то гостеприе и терпение, которое вы оказали нашим гражданам, которые в течение трех месяцев находятся на территории Республики Дагестан. То, что вчера случилось, это не должно было случиться, но по вине некоторых наших сограждан были случаи, оказались неповиновения сотрудниками полиции, которые выполняли свой служебный долг. А то, что кажется, то, что со списками, со составляющими списками, там, наверное, были некоторые недоработки. И поэтому это касается того, что в первую очередь мы считали и считаем, что в первую очередь в этой связи должны включиться женщины с детьми, больные люди и те, которые в связи с принятым законодательством России решением должны быть возглавленники из Республики Дагестан. Это в первую очередь. Еще ваше предложение насчет того, что сотрудники в соответствии с службой Азербайджанской Республики вместе с сотрудниками МЧС России провели здесь противопоказательную работу. Это ваше предложение будет доведено до сведения соответствующих руководителей Азербайджанской Республики. И я могу от имени нашего руководства, от имени руководства нашей делегации выразить свое мнение, что список, который сегодня составляет 155 человек, со следующей недели, возможно, будет увеличено. Еще раз я благодарю вас за то терпение, которое вы оказали нашим гражданам и за то, что вы оказываете. Азербайджанск, народ, эта помощь никогда не добудет. Благодарю вас. Руслан, дорогой, привет. Слежи, ради бога. С министром зашли тебя проведать, поблагодарить тебя за службу. Как у вас мочувствие? Ничего, вчера поступил, один ссор, жалобы на головокружение, шаткость, приобъективном осмотре, консультированным всеми свежими специалистами, диагностическими исследованиями, лабораторами. Все необходимые для лечения есть? Есть. Есть, конечно, есть. Есть какие-то просьбы, пожелания? Все хорошо, спасибо нашим врачам. Мы с вами в свое время все сдавали. Спасибо большое. Спасибо тебе большое за работу. Это будет вы лично. Да, я, мы соответствующий оценку дадим. Спасибо в той ситуации, в которой они оказались непростая была. Они растерялись, ребята, и сделали свою работу. Спасибо. Спасибо тебе, дорогой. Коллега, спасибо. Всего доброго, здоровья. Здоровья. Дай – да. Всего хорошего. Да, да, да. Да, да. Там у нас... Да, да.